Доброе утро! В Черкесске без осадков ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 26, 28 тепла. Какая предусмотрена ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения? При каких обстоятельствах лицо, управляющее транспортным средством, признается в состоянии опьянения и при каких условиях наступает за это уголовная ответственность? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии ответит прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Карачаева Черкесии Тимирхан Конов. Доброе утро всем! Доброе утро, Тимиркан! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Мы сегодня будем говорить на такую очень важную тему, как управление автомобилем в состоянии опьянения, какая предусмотрена ответственность, при каких обстоятельствах это все признается. Первый вопрос мой такой. Какая предусмотрена ответственность, если человек управляет автомобилем в состоянии опьянения? Данный вопрос является в настоящее время очень актуальным, потому что с каждым днем растет количество совершаемых преступлений, количество рассмотренных уголовных дел данной категории. И могу предположить, что это связано с незнанием граждан об суровости уголовного законодательства в данном направлении. И вообще наказание за езду в нетрезвом виде в нашей стране за последние несколько лет увеличилось несколько раз. Сначала ужесточались санкции статьи Кодекса об административных пронушениях Российской Федерации, которая наказывала водителей, управляющим в состоянии опьянения транспортным средством, высокими штрафами, либо лишением прав на продолжительный период времени. А при каких условиях наступает, как говорится, уголовная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения? Ответственность по рассматриваемой статье наступает в случае управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию по части 1 или 3 ст. 12.8 или 12.26 Кодекса об административных пронушениях Российской Федерации, либо лицом, имеющим судимость по ст. 2, 4, 6 ст. 264 и 264 Прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом, согласно действующему законодательству, лицо признается подвергнутым административному наказанию в течение одного года с момента исполнения постановления о назначении административного наказания. Кроме того, по смыслу уголовного закона, ответственность наступает по данной статье при совершении данного преступления умышленно. Ну а при каких обстоятельствах считается, что человек находится, признается, что человек находится в состоянии опьянения? По рассматриваемому составу преступления, лицо признается находящимся в состоянии опьянения по результатам освидетельствования, медицинского освидетельствования, которое устанавливает факт употребления алкогольных, наркотических либо психотропных веществ, вызывающих опьянение. Также в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования данное лицо признается находящимся в состоянии опьянения. Ну что ж, Тимиркан, я благодарю вас за полную информацию. Спасибо, что были гостем нашей программы сегодня утром. Спасибо вам. На этом и я прощаюсь с вами. Следующий информационный выпуск с Ашемезом Кешевым в 11.45. Приятного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok